до сих пор называется залив коммунист сейчас буду пробовать лайфхак опытных рыбаков ну конечно я понимаю легче конечно взять бутылку сисьть на лодку накидать сетей посидеть пробухать как говорится 9 беременных баб одного ребенка за месяц не родят только наркоманы подходили ну а если сильно хочется то конечно можно вот мы на днепре как видите есть корочка ледяная небольшая вчера у меня были сомнения идти или сегодня на рыбалку и я сказал себе конечно же идти вот берем кстати вчерашние кормаки которые вчера плавили это пойдет на мой сквадрон про на пруд и 8 сейчас 85 грамм полегче этот пойдет на мой пруд ли нефиг и выбрал вот это место не доходя метров тут сколько 50 до залива по моему он до сих пор называется залив коммунист по крайней мере на картах так показывать не знаю может это русский google какой-то вот но есть такое название какое нынешнее реально у него название сейчас я не знаю дальше за этим заливом идет вот этот выступ на котором я люблю ловить и потом идет ехать клуб вот но туда в принципе далеко и там я же говорю там сразу резко обрыв и фарватер там не всегда комфортно вываживать рыбу и я сомневаюсь что только на одной глубине и только именно на фарватере сегодня может быть рыба хотя я больше чем уверен что сегодня рыбы вообще никакой не будет это так дорвался да все смонтирована у нас получается вилочка монтаж классический типа inline берите с собой всегда горячий термос я беру с кипятком я не беру с чаем я беру именно с кипятком а чай уже делаю замешиваю ну завариваю уже на берегу почему потому что с кипятка можно сделать то что хочешь можно зеленый чай заварить там черный можно каркаде себе сделать можно не знаю какую-нибудь там кашку быстрого приготовления запарить там на крайняк кто любит там вермишель быстрого приготовления а вот с кипятка можно помыть и там нож вилку в общем все а если ты дома сделаешь себе заваришь сразу чай то это будет просто только чай и больше ничего ты с ним не сделаешь чайный в африке чай поэтому берите кипяточек когда холодно он очень помогает короче поднялся ветер ветер северный дали течение дали воду лед разбила вот течение сильное но кормаки которые мы делали сюжете в предыдущем кормяки работают отлично держит но хорошо сейчас ищу вторую точку вот ну в общем продолжаем несет очень много травы очень много травы мусора всякой гадости по руслу тянет ну просто капец все я сначала думал что это там груз волочится пози по по дну вот а потом когда начал доставать и понял что ничего подобного это на шнур просто налетает мусора и такие мягкие вот эти вот движения кончиком удилища происходит облюбляет все полностью все в мусоре сейчас буду пробовать лайфхак опытных рыбаков раз тут место позволяет останется только точку найти хорошо что я вторым удилищем не начал так сказать уже это самое забрасываться буду бросать против течения чтобы трава которая который несет чтобы она попадала на шнур не и течением по шнуру выбрасывала наверх чтобы она не облепляла мне снасть чтобы идет течением выкидывала наверх с дна поднимала наверх и выбрасывала на наверх по шнуру наружу этот стоит от копан и вода холодная чуть-чуть четырех даже градусов нет в принципе по рыбалке может идти речь тем более на днепре днепр у нас последние годы вообще браконьеры блин и правительство реки выловили всю рыбу нафиг полностью почувствую чтобы пусто было я никогда их не понимал блин в киеве браконьер ничьи в киеве работы ё-моё сколько раз два три 4 5 6 6 работы в киеве дофига просто дофига я не говорю что она там высоко плачевая я не говорю что там блин будешь жить шоколаде ну конечно я понимаю легче конечно взять бутылку сесть на лодку накидать сетей посидеть пробухать у меня потом поехать забрать эту рыбу сдать и ни хера не делавши извините меня за бедность вещи ни хера не делавши так сказать получить деньги даже веселее правда же чем вставать каждое утро на работу ходить что-то делать выполнять чита распоряжение да это же сложнее гораздо интересней так и проще вывод я уже могу сделать вывод такой холодно как же я собака задум ну и хера на трубал все короче поеду в теплые края вот холодно сильно холодно для киева не знаю как там в украинке под киевом не знаю как там на дисне ну рыба как сидела на зимовальных ямах таки сидит короче говоря я понимаю что хочется на рыбалку блин как говорится 9 беременных баб одного ребенка за месяц не родят точно так же и тут как бы ты не рвался и не хотел уйти на рыбалку если не сезон если не погода и не должно клевать он не будет ты хоть из 3 355 делишь поставь доль берега если рыбы нету то я нет хорошо ловить рыбу там где она есть плохо там где ее нет в данном случае подозреваю что вы просто нету сейчас она еще не ходит и только наркоманы подходили куча короче вот а рыбы как не было таки нету то есть нигде не на дальнике не на близком расстоянии не мелкой не крупной никакой даже бычков нету не верховодки вообще ничего нету холодно 4 градуса вода это действительно все таки еще очень 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 холодно поэтому ждите потепление не торопитесь с рыбалками ну а если сильно хочется то конечно можно пусть хотя бы вода прогреется градусов там до 6 там до 7 и тогда можно будет что-то пробовать пока вода холодная делать тут нечего всем всем до встречи пока а а а